Сегодня мы вновь даем слово начальнику Слонимской финансовой милиции Сергею Туптало, который поведает о преступлении и наказании предпринимателя, осуществлявшего деятельность на территории нашего района в сфере строительства и получившего незаконно доход в размере полутора миллиардов рублей. Одной из также характерных черт нашей работы является проверка, работа с субъектами хозяйствования на предмет привлечения ими с целью уклонения от уплаты налогозборов, реквизитов, печати, бланков, лжепредпринимательских структур. Для того, чтобы более доступно объяснить нашим зрителям, я приведу пример. Опять-таки в 2010 году нами было возбуждено уголовное дело, оно было достаточно многоэпизодное, производство предварительного расследования по нему также производилось очень долгое время в отношении одного гражданина. Гражданин, он не житель нашего города, даже не нашей области, который с использованием реквизитов, бланков, печати, лжепредпринимательских структур на территории нашего района, а также Зеленского района, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность в виде выполнения строительных работ. Привлечение к, точнее сказать, использованию в указанной деятельности реквизитов юридических фирм, которые имели признаки лжепредпринимательских, то есть фактически деятельность не осуществляли, а были созданы лишь для того, чтобы через свои счета пропускать денежные средства, которые в дальнейшем подлежали обналичиванию. Указанный гражданин получил незаконный доход в размере более полутора миллиардов белорусских рублей. Судом Зеленского района он был осужден, и к нему была применена мера уголовной ответственности в виде ограничения свободы, что опять-таки, конечно же, наряду с тем, что у него есть и несовершеннолетние дети, и есть жена, ну, сказывается очень негативно не только на нем самом, но и в том числе на членах его семьи. Следите за эфиром Слоним ТВ, и вы узнаете, каковы результаты проверки финансовой милиции станций технического обслуживания автомобилей, действующих на Слонимщине.